Четность делителя в порядке их убывания. Но как вывести, это мы еще раз прочитаем. Может быть и не раз в конце, когда что-то программа будет готова вывести. Мы посмотрим еще раз внимательно, что выводить, как выводить, в каком порядке выводить. Пока в самом условии, что искать в данном промежутке? Искать числа, в которых ровно 4 различных четных делителя. Поскольку промежуток сравнительно небольшой, мы будем прямо в лоб решать, не придумывать никаких хитроумных алгоритмов. Брать каждое число, составлять список его делителей. Если длина списка получится ровно 4, то там же посмотрим, что выводить. Здесь мы сейчас вспомним, вы тоже это делали в прошлых занятиях. Включать делитель числа, список делителей. Значит, мы здесь должны начать сразу с перебора чисел в заднем промежутке до цикла. Каких начальных установок не надо. Нам же не количество чисел, а просто найти все числа. Так, for it's in range. Заданный диапазон 190, 201. 190, 261. Потому что 260, чтобы вошло 261. Для каждого числа начинаем формировать список его делителей. Вернее, даже не список, а множество делителей. Чтобы каждый делитель вошел туда в единственном экземпляре. А почему может твориться делитель? Я напомню алгоритм. Во-первых, для какого-нибудь числа 12, как мы ищем делители. Начинаем с единицы. 12 на 1 делится, да, конечно. И сразу находим парный делитель. 12 делим на 1, 12. Следующее число берем 2. 12 на 2 делится, делится. Делим тогда, делим. 12 на 2, 6. Это еще один делитель. 3 следующее число. 12 на 3 делится, делитель. 12 делить на 3 будет 4. Еще один делитель. И все. Дальше после тройки мы не идем. То есть, опять же, можно идти только до корня квадратного из кисла. Целой части корня квадратного. До трех. Сразу получать по парам делители. Правда, в список они будут списаться. 1, 12. 2, 6. 3, 4. Вот так неупорядочно. Ну, если надо, потом нужно упорядочить. Правда, все разные. Для некоторых же чисел, а именно для тех чисел, которые являются полными квадратами, например, для числа 16, у нас повторятся делители. Единица и 16 к нему в паре. Двойка и 8. 4 и 4. Ну, парный делитель. 16 делим на 4, возят 4. Вот так, чтобы одинаковых не было, можно, конечно, ставить условия. Но есть не мусор. Да, и то. Либо можно множество формировать. Туда только уникальные делители запишутся. Числа 16. Вот так. Помнили. Ну, что было. Делю назад. Итак, множество. Т. Множество делителей. Тое множество сначала с пустыми круглыми скобками. Мы начинаем перебирать конгидраты делителя. Быть вы функцию писали там. Не знаю. Да, кабанки, я вижу, пишут функцию, которая выдает список этих делителей. Непосредственно здесь. Пишу о и in range. От единицы до корня квадратного из числа x. Плюс 1, чтобы вошел корень. Если делится на и без остатка, это значит, мы нашли делитель. И в множество d его добавляем с помощью метода dd. А так нам еще на четность. Надо проверять. Да. А если этот делитель четный при делении на 2, дает остаток 0. Дает остаток 0. Тогда мы его множество добавляем. И сразу же второй парный делитель тоже при условии, что он четный. Если x, деленный на i, четный, то тоже в это же множество добавляем с деленной на i. При этом мы делим. Вот когда цикл внутренний for делителем числа закончился, у нас готово множество d, множество делителей. Там только четные должны быть. Можно, между прочим, проверить. Нам нужны только такие множества, в которых словно 4 элемента. Если длина d, 4 элемента, мы можем пока для себя проверить. Рядом список его делителей. Интересно, все-таки что-то туда пишется. Эти множество. Так, исправляем ошибки. Чем-то клавка включается. Так, вот здесь, да, скобка. Вот. Включили мы всего лишь 5 чисел, у которых ровно 4 делителя в множестве. Так, это хорошо. Но теперь еще раз читаем, что вывести. Вот видите, для каждого найденного числа напишите два его наибольших четных делителя в порядке убывания. Понятно, что самый большой делитель четный, это и есть само число. Так у нас и получается. Само число тоже содержится в этом списке. Ну, чтобы два наибольших, наверное, надо отсортировать. Чтобы удобно было выбирать два наибольших. Но множество нельзя сортировать. Оно неизменяемое. Поэтому мы его превратим, я думаю, в список. Сортируем. Да, наоборот. Посмотрим, что получается уже в сортированном. Сообразим, что же выводить. Два наибольших четных. Те, которые стоят в конце. То есть сортировки. В порядке убывания. То есть сначала последний, а потом предпоследний. Сначала последний, потом предпоследний. Последний элемент множества. Элемент. Это теперь список у нас. С индексом минус один. И предпоследний индексом минус два. Вот в таком виде должен быть ответ. Да, я сверяю. Правильно. Получилось. И вот для этого два столбика в табличке. Первый столбик. Больший делитель. Второй по порядку четный делитель. Здесь мы тоже ничего особо подумывать нам не пришлось. Вот как идет процесс поиска чисел сбора всех его делителей. Как мы это по алгоритму и описали. Единственное, немножко в конце подумать, как правильно вывести ответ. А это тоже немаловажно. Это тоже немаловажно. Ввести правильно ответ. Чуть кто-то хоть одна цифра у вас не совпала. И будет уже не засчитана задача. У нее сейчас один балл за 25-й. Это как чуть не совпало что-то, так и 0 баллов. Здесь мы повторили алгоритм поиска делителей числа, а сбора их в одно множество. В данном случае еще и черные были. Вы можете задавать вопросы. Я смотрю текстовый чат или слух. Это, видимо, знакомо и легко и понятно. Следующая задача обозначим из P от N произведений пяти наименьших различных нетривиальных делителей натурального числа N. Вот уже много слов всяких, уже несколько раз, наверное, прочитать доводят. Произведения пяти наименьших различных нетривиальных делителей натурального числа N. Поясняется в скобках, что такое нетривиальные. Не считай единицы и самого числа. Если у числа N меньше таких, меньше пяти таких делителей, то такие не рассматриваем. P от N считается равным нулю. Найдите пять наименьших натуральных чисел, превышающих 400 миллионов, для которых P от N, то есть самое произведение, оканчивается на 17 и не превышает N. Видите, для каждого найденного числа запишите сначала P от N, а затем наибольший делитель, который вошел в произведение P от N. Так, еще раз вникнуть. Опять будем перебирать числа, искать делители без единицы самого числа. Видимо, тоже писать их в множество. Перемножать первые пять. Наименьше. Наименьше. То есть надо будет картировать или вот что. Здесь, наверное, идея, здесь некоторая идея нужна. Так, числа большие. У них делителей много. Долго, наверное, будет искать для каждого числа делители. Даже если до корня квадратного. Но мы используем идею такую. Чтобы произведение было меньше самого числа, не превышать самого числа N, значит, там перемножаться только должны маленькие делители. То есть те, которые до корня квадратного N находятся. Поэтому я предлагаю здесь идти до корня квадратного и включать туда по порядку только первые найденные делители. То есть парные делители нам не нужны, потому что это будут большие числа. И как только их 5 не берется, так заканчивается. Собирать делители. То есть точно. Чтобы произведение аж 5 делителей не превышало самого числа, надо, чтобы эти делители были маленькие. Вот какую-то идею. Используем. Пока вот наша задача собирать такие делители, а потом дальше будем читать, что выводить. И найдите тоже не все числа, а найдите 5 меньших натуральных чисел. Значит, найденные числа мы будем подсчитывать. То есть количество найденных чисел 0. Сначала идем, цикл перебираем для всех X из какого диапазона превышающих 400 миллионов. То есть 4 умножить на 10 в степени сколько нулей? 8 нулей плюс 1, чтобы превышающих строго больше 300 миллионов. До скольки мы не знаем. Пусть напишем до миллиарда, что ли, до 10. 9. Потому что как только 5 чисел найдем, мы же все равно прервем работу программы. Поэтому можем тут громадное число написать. Опять собираем множество делителей. Сначала оно пустое. Собираем кандидаты в делителе OIN RANGE от двойки, потому что он считает единиц самого числа. 100 корня квадратного целая часть X в степени 0,5 плюс 1. Если X делится на I, то добавляем. множество методелителей. Пусть не будем находить, потому что они большущие. Все равно они не нужны. Нам нужны только самых маленьких. И как только наберется множество элементов, как только длина множества достигнет 5, делителей. Прервем процесс. Потому что больше 5 нам не нужно при произведении и наименьших различных тривиальных. Закончили цикл заполнения множества. но у некоторых чисел может оказываться меньше даже делителей. Вдруг там простое число у него вообще всего только 2. Поэтому надо все-таки еще раз проверить. Если длина множества в дыре в точности 5, чтобы не меньше, главное чтобы не меньше, тогда начинаем вычислять произведения тех элементов этого множества. Произведение сначала равно единице. По всем элементам из множества в дыре идем и одомножаем произведение эти элементы на этот элемент. Вот по окончании этого цикла у нас готово вот это самое число P от N в произведении 5 минимальных делителей. Дальше опять возвращаемся к условию задачи. Нам надо 3 числа искать, для которых это произведение оканчивается на 17 и не превышает числа. Если произведение 2 последние цифры это остаток отделения на 100. Если две последние цифры 17 и произведение не превышает насколько N AX называется число, то попечатать само это как N произведение, а затем и больший зритель вошедший произведение. Это просто наибольший элемент максимум из множества этих пяти делителей. Нам еще надо не все такие числа находить, а первые пять чисел. Значит, если условие выполнилось, счетчик чисел увеличиваем на единицу, как только он тонет равен пяти, все, прекращаем вывод чисел. А тут не запутаться и тут пятерка, и тут пять наименьшее, и тут и тут чисел найти. Повнимательнее не столько раз перечитать условия задачи. сохранил, но я вам текст программ вставляю в правду потом условия и пишем. Здесь в этой задачи все-таки числа большие, поэтому где-то семь секунд к моему дождать и начинается вывод чисел. Но я не стала здесь как-то еще ускорять прибор, даже не стала думать, как его ускорить. Мне кажется, проще семь секунд подождать выводов результатов. Все. Все числа выведены, их пять. Верли с ответом для проверки можно тоже себе какой-нибудь диапазон маленький задать. Какие числа у нас имеют четыре четных делителя, например, 12, 2, 4, 6, 12. То есть какой-нибудь диапазон взять, 10 до 100 например, заводить числа их в делители и проверить правильно. Здесь мы можем сверить с ответом подождать. Видите, что да, ответ впадает. Значит, мы думаем и рассуждаем правильно, значит, мы пишем программу правильно и надеюсь, что и экзамен мы все сделаем правильно. следующая задача без проделителя. Пишите программу, которая имеет сресел, превышающих 250,200, первые 5 удовлетворяющих условию суммы максимального и минимального различных делителей, отличных из самого числа в делении на 123 дает остаток 17. В ответе запишите пар чисел в порядке возрастания первых чисел в паре. Это у нас как разорядок и есть. Само число возраст перебираем, об этом заботиться не надо. И рядом мы должны вывести сумму максимального и минимального оттелей этого числа отлично соединится из самого. Причем так повторяет предыдущая. Первые 5. Поэтому опять будем считать эти числа. Сначала было 0 для всех x в диапазоне 250-200 превышающих. Значит, еще 1-2 должны добавить, чтобы строго был до скольки. Не знаю, но пусть например до миллиона что ли здесь и потом тоже как-то 5 чисел. Берем так прервемся. Множество делителей убираем кандидаты к делителям от двойки единицы убрать до корня квадратного числа кандидата. Если это делитель делится на и если и это делитель то добавляем делителям множества и сразу же парный. здесь нам уже все делители нужны. Кроме единицы числа все остальные нужны, корный делитель мы тоже добавляем. Поскольку это множество они не совпадут точно все по одному разу добавится. Так вот этот цикл списка всех делителей множество всех делителей нетривиальных числа мы собрали. Теперь что нам надо считать сумму максимального и минимального этих делителей. Можно опять отсортировать например превратить превратить пиццик абсортировать и соприлить любого зарастания и тогда сумма максимального и минимального. можно было макс и мин написать без сортировки посерк написала так д нулевое будет минимальный а последний минус первый это минимальный изобразил прям максимин разные варианты могут быть решения если сумма при делении на 123 дает остаток 17 и печатаем само число и и эту сумму с и подсчитываем увеличиваем количество на единицу как только оно достигнет 5 прерываем вот у программы 5 нужных чисел так индекс out of range как за границей списка почему бы такое может быть вроде нулевой элемент всегда есть в списке последний элемент есть в списке наверное это может быть потому что есть такие числа у которых нет вообще нетривиальных делителей это простые числа кроме единицы самого числа там больше ничего нет поэтому так к пустому множеству к пустому списку обратиться к индексам нельзя тогда мы можем добавить условия прежде прежде чем все это делать со списком е длина множество больше нуля если там что-то есть если хотя бы что-то есть тогда когда все остальные действия производим и вот 5 чисел здесь моментально вывелись потому что маленькие числа так сверяем у нас само число и сумма делителей само число и сумма делителей так ответ правильный этому можно помещать вы видите разные варианты возможны в том случае мы не наставим что делайте только именно так даже и заполнение риска делителей можно делать по-разному другие моменты можно делать по-разному технически по-разному а идея это все-таки остается такая особой идеи здесь тоже в общем-то нет просто собираем нужные делители список вычисляем сумму нужных делителей проверяем временные условия еще делители найдите пять чисел больших 500 миллионов таких что среди делителей есть число оканчивающееся на 8 и при этом этот делитель не равен восьмерке и самому числу опять мы будем для каждого числа собирать списки делителей потом проверять есть ли в этом списке то что нам надо число оканчивающееся на 8 но при этом не восьмерка и само число так же как было только немножко подумать как правильно написать условия это же первые пять числа поэтому мы опять начинаем подсчеты писем счетчик перебираем числа в заданном нам диапазоне больших 500 тысяч то есть 500 тысяч один пусть например до миллиона наверное хватит двое множество делителей по всем и так тоже не считаю нам не нужно не нужно само число поэтому само число не нужно в качестве делителя все равно не нужно поэтому с двойки до корня квадратного из x делится на и и добавляем наизусть включили с вами этот фагмент и парный делитель тоже добавляем нам здесь нужны е делители вот их парм забираем сейчас список вообще всяких оканчивающихся на 8 не оканчивающихся на 8 поэтому я себе предлагаю после того как список d множество d собрано отобрать теперь все делители которые удовлетворяют условия 8 мы подключим такой список в который мы включим такие и и не знаю что ли числа n n d для всех n из множества делителей которые удовлетворяют условия если n тканчивается на восьмерку последняя цифра равна 8 и не равно восьми или не равно моему числу а само число это x d8 это уже список нужных нам делителей которые на восьмерке оканчиваются но таких ведь тоже может не быть каких-то чисел таких может не быть поэтому мы проверим если d8 кто-то есть если его длина больше нуля и вспоминаем что печатать найдите пять чисел в качестве ответа приведите пять наименьших чисел соответствующих слове значит если в его списке нужных делителей что-то есть значит число благодаря этот слове мы его печатаем выводится само число в отдельной строке сначала выводится само число затем минимальный делитель оканчивающийся на 8 не равен 8 и самому числу то есть само число x и минимальный элемент списка d8 отсчитываем по увеличиваем как только k уже встанет 5 проживаем работу программы для проверки можно печатать смотреть на список d8 для каждого числа убедиться что там правильные делители собираются особенно вот видите что-то кажется подозрительно подозрительно уже не было такого чтобы одинаковые 18 на самом деле немножко не такое некоторые числа здесь совпадают некоторые нет поэтому не зря я сказала что надо проверять сначала так визуально значит наосьмерку и не равен 7 не равен x если длина больше то печатаем так сначала может быть мы просто напечатаем смотрим и слой x и d8 какие там делители собрались вот например у нас в ответе должно быть за 1000 за 1000 2 ну что она делится на 18 у нас 502 502 502 тысяч да делим на 18 она вообще не делится это вообще не делитель так вот заметили что-то не так каждого числа сначала пустое множество потом перебираем 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 отбойку и квадрат а ну вот я написала указывайте видите вот мне уже написали точно теперь я увидела и вашу подсказку спасибо вот какой питомец да он же не выдает ошибки но он делает неправильно так вот это лишнее пока уберем ну теперь да я смотрю на ответ теперь все получилось правильно поэтому убираем так чтобы отладочные такие операторы приняты в программу вставляем у нас здесь что должно было насторожить что как-то зрительно все одинаково да 18 18 17 поэтому так бездумно в ответ напишем делаем такую проверочку ну либо опять же берем небольшой диапазон чисел где устно можно прикинуть вообще правильно ли те ли делители вообще отбираются в общий список а потом в этот список который с восьмерками надо по-русшему сначала для каждого числа выводить число и список делителей убедиться что список делителей собирается правильно потом уже дальше двигаться решением ну вот дальше я смотрю наконец второй тип задач с масками это я взяла уже прямо из сборника кликова следующие задачи хотя возможно это компьютерным гигаем тоже встречается ну что такое маска я думаю знаем мы все уже знак вопроса замещает собой одну ровно одну цифру звездочки все что угодно там может не быть вообще цифр и одна или любое количество цифр пример приводится задача среди натуральных чисел и превышающих десяти в десятой степени найдите числа соответствующие маски два вопрос пять четыре три два звездочка один делящиеся на 1017 без остатка и содержащие хотя бы одну цифру 9 в ответе запишите все найденные числа в порядке возрастания право от каждого числа результат его деления на 1017 надо будет простая совсем тоже для начала может быть кто-то не был в занятиях и не видел такие еще задачи итак где перебирать числа среди натуральных чисел не превышающих десяти в десятой степени то есть не превышает чего мы знаем с чего начать но не с единицы же в самом деле во первых точно не делится на 17 во вторых конечно не удовлетворяет маски причем 10 10 это большое число нам хотелось бы сразу ускорить перебор я обычно делаю так я начинаю с самого числа 1017 оно точно делится 1017 точно делится потом до 10 десятой степени и мы шагаем с шагом 1017 то гарантирует нам что каждое наше число точно будет делиться на 1017 это даже уже и проверять не надо 1017 2034 3015 и так далее все числа будут точно уже делиться на 1017 это раз и во вторых все таки не с шагом единицы шагать а с шагом тысяча что у нас в тысячу раз ускоряет процесс перебора дальше мы должны проверить соответствие маски а маска в переводе на русский язык означает что число начинается на двойку заканчивается на единицу и там еще есть фрагмент 5 4 3 2 который начинается ровно с третьего места числа третьей цифры числа конечно же это удобно проверять с помощью строк поэтому переведем xs как строку от x и проверим эти условия для строки если xs начинает нулевой символ это двойка и там есть фрагмент то есть срез 0 1 2 со второй позиции 4 символа и 2 плюс 4 6 по 6 позицию если этот цвет впадает цепочкой 5 4 3 2 5 4 3 2 и заканчивается на единицу на средний символ найденные найденные все найденные числа в порядке возрастания а с правой от него результат отделение числа на 1017х и результат отделения на 1017х так 303 303 окно числа большие 10 но однако не так уж долго работала программа и все 4 числа проверяю ответ да правильно такая крутенькая программка если мы видим задачу с маской мы наверное радуемся да попроще это здесь проверить условия с помощью строки ну если она чисто на маску да там бывает комбинированные и маска и еще с делителем это пока такая простая задача так такой результат и работаем за все это выяснили все так вот циферки совпадает получается один балл первичный так следующая задача Евгения Джобса так назовем маской это то-то да кстати бывают там какие-то оригинальные маски еще решетки используется так что внимательно читать здесь обычная традиционная маска здесь первые пять чисел больших пятисот тысяч сумма делителей которых соответствует сумма делить а сумма делителей само число сумма делителей хорошо так так как только я сказала про делители в общем такая комбинированная задача появилась и про маску и про делители сумма делителей которых соответствует маску звездочка 7 вопросов найденные числа вы видите в порядке возрастания справа от каждого пишите найденную сумму делителей хорошо хорошо предполагаю функцию написать сумма делителей написать сумма делителей перебираем делители и то есть это единица делить это до корня квадратного из x если x делится на и является делителем без остатка это крайне 0 до конца записываем к сумме добавляем и этот делитель и сразу же раз два добавляем к сумме функции возвращает значение переменной s проверим какое число мы знаем большое 10 какое 1 2 5 10 17 должно получиться 18 1 2 5 10 18 1 Проверили значит можем спокойно этой функции вызваться так найдите первые пять чисел больших 500 тысяч начинали 4 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Количество равно нулю. Так, это полмиллиона. Пробуем. Полмиллиона. Сумма делителей, которых соответствует маске. Это чисел суммы делителей, которых соответствует маске. То есть у нас функция уже готова. Мы ее переведем в строку. Сумма делителей числа Х. Строку проверять на соответствующие маски. Маска что означает? Просто-напросто, что предпоследняя цифра семерка. Все, предпоследняя цифра семерка. Если С-2 символ попадает с семеркой, то выводим найденные числа Х. Найденную сумму делителей. Да, если после семерки стоит одна только цифра, то последняя семерка впереди. Не важно что. А, и количество мы подсчитываем. Увеличиваем на единицу. И как только занят пять, так и нажимаем работу программы. Найдите первые пять чисел. Нашла. Нашла. Сверяем. Да. Смага 40, 80, 69, 79, 114. Тут. Да, вот они первые пять чисел, превышающих 500 тысяч. Действительно в сумме, на всякий случай проверим. Предпоследняя семерка. У нее любая одна цифра перед семеркой. Что угодно написано. Сумма делителя мы, правда, один раз только использовали. Но все равно удобно, когда она отдельный алгоритм, отдельную функцию вынесена. Вот тут уже программа читалась хорошо. Ответ. Интересно, что суммы делители тоже такие ровненькие. Все шестезначные. Ну, тоже так получилось. Следующая задача. Маску. Среди чисел, не превышающих 10 в седьмой степени, найдите пять наибольших чисел. Пять наибольших чисел. От удовлетворяющих маски 9, вопрос звездочка 5, 5, звездочка 7. Выведите эти числа в порядке зарастания. Вправо от каждого числа выведите остаток от деления его суммы делителей на 21. Ну, это ладно, потом что выводить. Сейчас, главное, как нам перебирать числа не превышающие 10 в седьмой. Не превышающие, то есть в меньшую сторону найдем. И пять самых больших. То есть нам хорошо бы двигаться от этого числа 10 в седьмой в обратную сторону по убыванию. Проверять соответствие маски и что. Сразу выводить. Так. Варенье. Десять в седьмой степени начинаем. А до скольки мы доходим? А нужно взять какое самое маленькое число, да? Соответствует этой маске. Девять. Обязательно одна цифра хотя бы есть. Минимальная цифра ноль. Две пятерки. И семерка, да? Самое маленькое число отвечает маске. Между пятеркой и семеркой ничего нет. Движемся в обратном направлении с шагом минус один. Можно было просто 90 тысяч написать. Так. Чтобы проверять маску, создаем строку. Проверяем. В переводе на русский язык означает маска. Это означает, что строка начинается на цифру девять. Нулевой символ равен девятке. И так, что написать про две пятерки. То они там есть. Но это мало, что они есть. Они ведь могут начаться с какой позиции, точно мы сейчас не скажем. Потому что после девятки хотя бы одна цифра обязательно есть. Да, и потом еще звездочка может стоять. Все что угодно. Так. Ну, может надо написать, что пять в пять. В этой строке присутствует? Ну, наверное, мало. Потому что сразу, например, после девятки она не может идти. Как минимум, чтобы на один новый счет стояло. мы можем написать, мы можем вспомнить, что есть такая функция индекс, да, метод индекс, который ищет индекс первого хождения строки. индекс, да, метод индекс, да, метод индекс первого хождения строки. 5, 5, как минимум сколько? Если хотя бы одна цифра есть, значит девятка это 0, вопросик это 1 и пятерка минимум со второй позиции начинается. И еще последний цифр, тремерка. Что выводить? Интересно, выведите числа в порядке взрастания, а мы их вообще-то перебираем в порядке убывания. Это мы конечно можем в порядке убывания вывести, а записать в ответ как положено, но вдруг там в обстановке стресса. Вспомните о том, что нужно в обратном порядке в ответ писать, тогда можно завести список и числа в этот список добавлять. Так, и как только, видите, только 5 чисел, как только длина этого списка достигнет 5. Мы закончим поиск таких чисел. В окончании цикла у нас есть список правильных нужных чисел, но они там стоят в порядке убывания, в порядке убывания. Можно перевернуть в обратном порядке. Опять возможны разные варианты, как правильно записать. Например, так и писать список в обратном направлении справа налево. Можно было, конечно, сразу идти в контакт начало. И для всех элементов из этого списка L выводить, что выводить? Само числа и остаток отделения суммы делителей на 21. Сумма делителей надо будет заимствовать нам с прошлой задачи. У нас было сумма делителей таких, каких-то из этих. Так, вот такие числа. Действительно надеюсь, что мы девятка начинающийся. 5.5 там есть. Семерка заканчивающийся. Между девяткой и цепочкой 5.5 хотя бы одна цифра отсутствует. И в помазке все хорошо. Остатки мы не знаем какие, но сумму делителей проверяли функции. Сумму делителей считают правильно. Такие у них остатки не превышающие 21. Ну а последний значит делится на 21 сумма делителей. Это к равен 0. Ну да, я смотрю на ответ. Ответ такой же. Решение. Восприятие. Ответ. На даче на маску. Среди натуральных чисел не превышающих 10 в восьмой степени найдите все числа соответствующие маски 1 2 вопрос 5 звездочка 5 2 вопроса которые представляют собой произведение двух различных простых чисел которые представляют собой произведение двух различных простых чисел и делится на 311 без остатка в ответ запишите все найденные числа в порядке возрастания справа от каждого числа результата выделения на 1 но с делимостью все понятно просто проверить что делается маски тоже будет понятно да начинается 1 2 трека пятерка в пяти позиции лево и минус второй по минус третьей позиции вправо понятно самое сложное здесь что искать нужно такие числа которые представляют собой произведение двух различных простых чисел именно не просто у них два простых делителя а число равно произведению двух различных простых чисел но тут немножко порассуждать часть примеров например у нас есть число 6 который имеет вот такие вот делители на единицу двойку тройку и шестерку и как раз 6 и и можно представить в виде произведения 2 на 3 есть у него только по простых делителя и еще единица и само число всего получается 4 делителя у этого числа да то есть если не брать рассмотрение единицу и само число это должно получаться еще два делителя и тогда нам гарантирует тогда будет гарантировано что эти делители простые да почему я так могу осуждать что эти делители именно остальные два будут простые потому что если бы если бы вдруг у нашего числа появился еще какой-нибудь делитель непростой ну например у него были простые делители тройка тройка у которого числа и если потом непростой какой-то делитель это автоматически влечет то что число делится не только на 10 еще и на 5 ну то есть еще добавляется простые делитель но быть не должно и тогда уже число не будет представлять собой произведение двух простых десятка это же у нас 2 умножить на 5 то есть число уже можно описать как 2 умножить на 3 умножить на 5 то есть это уже не два простых делителя а три простых делителя поэтому мы принимаем это аксиому следующее если число представим в виде произведения двух простых делителей значит него кроме самого себя и единицы только этих два простых к этих два делителя есть и они простые вспоминаем вот такой вот факт число у нас должны делиться на 311 без остатка 10 восьмой тоже довольно большое число 100 миллионов поэтому мы чтобы ускорить процесс перебора вспомним как мы тоже делали если нужны кратные каком-нибудь числу числа мы с этим шагом шагаем здесь будем тоже шагать с шагом 311 начнем можно тоже особо не задумываясь начать 311 на 10 восьмой степени с шагом 311 и делимость уже и проверять и с шагом креста довольно быстро будем бежать выбираем множество делителей ягод Добавляем парный к нему делитель, x, деленное на i. Так, больше 2 нам не надо, поэтому сразу, если длина множества уже стала больше 2, и равно 2 или больше, равно 2, как только 2 набралось, наверное нет, так и хватит. Но их может быть меньше, поэтому по окончании цикла поиска делителя мы проверим, чтобы длина множества было точно 2, ровно 2 и меньше. Теперь мы будем проверять на соответствии маски. x, s, x строковая, это строка от x. Смотрим на маску. Если x, s начинается на 2 символа, 1, 2. То есть от начала первые 2 символа, это единица, двойка. Дальше. Символ с индексом 3, это пятерка. И символ с индексом минус 3, третий справа. Это тоже пятерка. Смотрим. Сама числа и результат его деления. x, деленное на 311. Так ошибочки. Что-то как-то много. Это тоже подозрительно, как так много не может быть, чтобы вас заставлялись только вписывать ответов. Может, вот не зря у меня тут был мыслей знак больше. А теперь ни одного, да? Взяли много, теперь ни одного. А есть ли там вообще такие числа? Проверим с двумя. Смотрите, кто мне там подсказывает, может, что-то тоже увидите. Так, числа и из криво делителей, если там два. Смотрите, кто мне там подсказывает. Таких. Значит, что-то дело вот в этом цикле. Так. И, outreach от двух. До. Скорь не квадратного плюс один. Если где вообще я проверяю, что оно делится. Здравствуйте. Если x для деления на и, опять вот в этой же строчке, почему ты вообще написала проверку. и является делителем. Добавляем. Проверяем. Пока закомментируем. Может быть сейчас получится. Сразу начинает выводить. Может быть не самый эффективный алгоритм. Может быть еще как-то ускорить перебор. Не так уж много. Какие-то секунды надо дождать. И должны у нас сейчас результаты начать появляться. Первое число пока что. Само число правильное. Интересно, почему он так долго не выводит. Результаты выделения на 311. Можно же быстренько сейчас посчитать. И почему-то потом сразу все. Так, проверяем. 6 чисел. Да, на ответ в коже. Это можно убрать. И как все-таки с этим? А можно было равно поставить? Нет, да? Совсем другое получилось. Получилось. Ну, видимо, потому что там, да, еще какие-то непростые. Еще один делитель. Ну вот, да, теперь опять начинает правильно выводить. Ну, опять же, да, как себя проверить, если ответа нет? Ну, взять какой-то, опять же, маленький диапазон. Вот, чтобы туда известные числа шестерок туда вошли. А еще какое-нибудь маленькое число, которое представимое в виде произведения двух пустых. 3 на 5, например, 15. Такой небольшой диапазон взять. Вот в единице до, знаю, до 20 хотя бы. Но только там не на 3 стадии. И маску другую, да, придется для себя придумать. То есть, взять в частный случай такой задачи, небольшим промежутком. Но можно без маски обойтись. Главное, проверять здесь, чтобы правильно находились те числа, которые раскладываются в произведения двух простых писел. А для этого можно взять маленький совсем диапазон, списки делителей выводить. И проверять, что число действительно удовлетворяет вот такому условию. Так, ну, дальше еще у меня есть задачи, но я думаю, что бегом сейчас не буду, наверное, торопиться. Она там есть. Дальше вы можете домашнее задание оставшуюся решить. Тексты гимшрифтом, коды программ, гимшрифтом. Вот в качестве задания вам тоже еще все-таки еще раз для себя осознать, почему знак больше, а не знак равно ставится. Хотя изначально мы сказали, что берем только те, у которых два пилителя, кроме 1, с самого числа, и все. С знаком равенством не то получилось. И там еще задачки есть. Ну-ка, вопросы. Хорошо. Я надеюсь, вопросов нет, потому что все понятно, а не потому что ничего не понятно. Ну, тогда спасибо за внимание. Я, с вашего позволения, заканчиваю. И полезные материалы вам вот этот документ сейчас перешлю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.